Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство Высокие гости, представители власти Дорогие отцы, матушки, братья и сестры Для меня великая радость снова вступить на землю Сухалина И практически на том месте, на котором я совершал божественную литургию Совершить еще раз эту великую службу Богу Но уже под сводами Величественного Кафедрального Собора Я хорошо вспоминаю то богослужение на площади, которое сопровождалось многими дивными явлениями В тот день был сильный ветер Нас предупреждали, что это практически штормовой ветер И поэтому непонятно, как будет совершаться богослужение И мы готовились к тому, что ветер действительно будет очень сильным Начали службу, было тихо, спокойно А потом вдруг стал подниматься ветер К самому важному моменту богослужения Когда освещаются святые дары Но я почему-то верил, что в сам момент апогея богослужения ветра не будет И так точно оно и произошло Как будто ножом отрезало, и ветер остановился И тихая, спокойная погода И мы совершили божественную Евхаристию Причастились к святаго тела и крови Христовой И когда после богослужения я произносил проповедь Обращаясь к жителям Южно-Сахалинска То со мной произошло то, что практически никогда со мной не происходит Слово патриарха всегда имеет большое значение И оно должно быть продуманным И обстоятельства, связанные с произнесением слова Должны быть учтены А вот здесь вдруг у меня появилась настойчивая мысль Сказать всем людям, что именно на этом месте И должен быть построен кафедральный собор И я сказал эти слова И помню хорошо, как я посохом ударил Что именно на этом месте должен быть построен собор Я не буду говорить о реакции светских людей После этого богослужения Многим было абсолютно непонятно, что произошло А мне было все ясно Потому что если есть потребность сказать Если ты чувствуешь, что сам Господь тебе указывает Произнести эти слова, а не другие Ты их обязан произнести Вне зависимости от того, какой будет первичная реакция людей Именно поэтому я очень большое внимание В течение всех этих лет Уделял строительству Сего Христорождественского собора В Южно-Сахалинске Мне приносили все проекты Я их согласовывал Когда возникли некоторые смятения В сознании людей О том, что как бы возведение собора Не повлекло за собой забвение Монументов в честь героев Великой Отечественной войны Я благословил несколько в сторону отнести Строительство собора Потому что важно, чтобы и строительство Сопровождалось миром Взаимной поддержкой, согласием А не было никогда Яблоком раздора между людьми И вот так, по милости Божией Собор построен в наикратчайшие сроки И прошу передать мою благодарность Всей компанией Роснефть Которая, добывая нефть Являясь одним из самых важных Факторов, формирующих наш государственный бюджет Не забывают и о том, чтобы Оказывать поддержку духовной жизни народа Потому что не хлебом единым Жив человек Когда я подлетал к Южно-Сахалинску То первое, что увидел из-за иллюминатора самолета Это храм Это новый кафедральный собор Он как будто парит над всем городом Это величественное сооружение Действительно самое большое на Дальнем Востоке Удивительно правильное и гармонично Спроектированное и построенное Это доминанта города Как и должно быть Кафедральный собор не может быть на задворках Он не может быть где-то далеко от людей Он должен быть олицетворением города Карточкой города И вот, по милости Божией, этот величественный собор И стал таким символом Южно-Сахалинска Это видимый символ Но мы строим храмы не для того, чтобы они только украшали город Или село И являлись символами человеческого творчества Высокого вкуса и стиля Чтобы создавали эстетически красивую среду Мы строим храмы для того, чтобы они становились Духовными символами Сосредоточением духовной силы народа И это происходит Происходит потому, что именно в храмах Божьих люди Бога умолятся так, как нигде в другом месте Потому что мы здесь все, как один человек Как одна община Возносим молитвы Господу И Он слышит эти наши общие молитвы Там, где двое или трое собраны во имя Мое Там Я посреди них Вот почему мы смело можем утверждать Что Господь сейчас среди нас Он не где-то там далеко Он среди нас И, конечно, радуется всему тому, что произошло Радуется подвигу тех, кто построил этот собор Радуется вере народа В ответ на которую собор и был построен И Господь снисходит к нам Своей милостью Своей благодатью И совершает чудеса Разве строительство этого собора не чудо? Но разве не чудо возрождение Духовное возрождение нашего народа? Мы должны помнить о том, что сила Божьего Храма в том, что являясь, конечно, олицетворением человеческих талантов, высокого художественного вкуса, замечательных навыков и умений, храм в первую очередь является вместилищем Божественного Духа и Божьего Храма. Мы живем в просвещенное время, люди образованные, у нас очень мощные средства связи. Мы можем в мгновение получить справку, о чем захотим, из любой области знаний. Но есть нечто, есть какое-то особое знание, которое мы можем получить только от Бога. Это не потому, что кто-то из людей не может произнести более или менее тех же слов, или даже высказать более-менее приближающуюся к Божественной мысли мысль. Но Божественная мысль содержит в себе великую силу, способную изменить человеческую жизнь. Вот сегодня мы слышали с вами евангельское чтение, в котором повествуется притча, Господь рассказывает притчу, то есть иносказание, своим ученикам и тем, конечно, кто его окружали. Притча о двух должниках. Один должник был должен самому царю, наверное, был человеком богатым. Евангелие его называет рабом, но сумма, которую он задолжал царю, была фантастическая. Это больше, чем огромное состояние. И этот богатый должник не смог вернуть царю долга. И тогда царь по обычаям времени того приказал жену продать в рабство, детей продать в рабство, все имение продать, то есть конфисковать и вернуть долг. И упал в ноги к царю, раб, и стал умолять его не губить его жизнь, не губить его жену, его детей, оставить им возможность жить и, может быть, в будущем вернуть долг. И царь его прощает. Освобожденный от страшной ответственности, человек этот выходит на улицу и вдруг встречается со своим знакомым, который ему задолжал ничтожную сумму 100 динариев. И схватил за горло этот только что освобожденный от долга должник, своего должника, и стал требовать от него долга. И тот взмолился так же, как некоторое время тому назад сам этот первый должник умолял царя. Но этот первый должник не был готов пощадить своего должника и отвел его в долговую тюрьму, чтоб сидел тот в этой страшной долговой яме, пока полностью не отдаст долга. И притча заканчивается тем, что пришли друзья вот этого несчастного, который оказался в долговой тюрьме, к царю и сказали, ну вот ты простил, а вот этот человек отправил в тюрьму того, кто ему был должен совсем небольшую сумму денег. И тогда царь призвал своего должника и отдал его истязателям. Тоже такая была мера внушения, когда пытками из человека вырывали долг. И Господь говорит, Господь говорит, даже апостолы, не кто-то, сам Иисус Христос говорит, Так и Отец мой Небесный воздаст каждому, кто не простит ближнему своему согрешение его. Это не человеческие слова, это не выдумка, это не философ какой-то написал, это сам Бог нам говорит. Если вы хотите обрести счастье, полноту жизни, избежать истязаний в этом мире и в жизни будущего века, умейте прощать людям. И речь идет, может быть, даже и о материальном долге, но Господь не конкретизирует. Он говорит вообще о великой силе прощения. А святой Ефрем Сирин, рассуждая на эту же тему, говорит замечательные слова. Если ты не умеешь прощать ближнему своему согрешению, его напрасной молитвы и пост, и пост и молитва вторичны, если мы не умеем прощать людям. А теперь давайте представим себе, каким может быть наш мир и какой может быть наша жизнь. Если мы научимся не огрызаться, не обижаться, не давить другого, если он что-то неправильно сказал или неправильно сделал, а великодушно прощать и самим получать прощение от ближних. Это будет другой мир. Мир Божий. Еще раз всех сердечно поздравляю с замечательным событием в жизни Южно-Сахалинска, Сахалинской области и всей России. Храни вас Господь. Продолжение следует...